Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно ребаланса торгоидов, который разработчики уже ввели непосредственно в игру. А обо всем подробнее далее, а с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусте и донатике. А вот теперь поехали. Насколько вы знаете, торгоиды уже контролируют довольно большое количество систем и цифры действительно пугающие. И растут они довольно быстро. Но, у страха глаза велики. На самом деле, было следующее. Да, торгоиды уже нападают на пузыри и захватывают его части, но при всем при этом они атаковали еще необитаемые системы, которые никто не оборонял. Из-за того, что это делать гораздо сложнее и смысла в этом вроде как особо-то и нету. Из-за этого цифры так быстро и росли. Ну, представьте, вам нужно припарковать авик где-то у другой системы, лететь в систему, которая необитаема, там вы не можете не починиться, ну ничего сделать не можете, а с торгоидами нужно будет биться. Мало кто этим занимался, из-за этого все это и происходило. Теперь у нас все будет по-другому. Новость на форуме у Фронтиров от 15 марта. Статус под контролем торгоидов или присутствия торгоидов. И уменьшен приоритет вторжения торгоидов в необитаемые системы. Внимание! Уменьшен приоритет вторжения торгоидов в необитаемые системы. После чего у нас выходит новостишка в Галнете. Превентивная тактика борьбы с торгоидами. От 16 марта. AGES опубликовали анализ текущей войны с торгоидами для флотов всех сверхдержав и независимых армий. Основное внимание в докладе уделено защите систем от угрозы вторжения. Согласно анализу, противоторгоидные подразделения преимущественно сражаются с противником, который уже вошел в систему. И их можно понять, учитывая какому риску подтвергается население. Но специалисты AGES считают, что более эффективным способом сдержать экспансию торгоидов будет увеличение оборонных мероприятий в системах, которые только находятся под угрозой вторжения. Вместе с докладом также было опубликовано заявление от командора Эмилия Варга. Отбить флот, который уже вторгся в систему, куда сложнее, чем отбить у этого флота желание вторгаться, в принципе. Мы считаем, что торгоиды планируют свою экспансию, выбирая пути наименьшего сопротивления. Благодаря усилиям наших умелых пилотов у нас набралось достаточно доказательств того, что торгоиды не отправляют полноценное войско в место, где корабли их авангарда встретили ожесточенное сопротивление. И похоже, что главную роль в прощупывании уязвимости систем перед вторжением играют корабли типа Орф. Точные механизмы того, как они это делают, мы пока достоверно не изучили, но похоже, что Орфы собирают ключевые логистические данные о цели экспансии. Торгоидские корабли во время вторжения явно знают, в какой именно точке нужно выходить из гиперпространства для атаки местных портов и средств обороны. Поэтому уничтожение Орфов может быть ключевым элементом плана защиты системы, где обнаружено присутствие торгоидов. Для привлечения боевых пилотов в системах с присутствием торгоидов были повышены выплаты по боевым облигациям за корабли типа Орф. Но есть такой вопрос. Если у торгоидов уменьшен приоритет торжения в необитаемые системы, будет ли он повышен на обитаемые? Потому что, ну, довольно такая неясная формулировка. Вроде как написано, что нет, но может быть и да. Не забывайте то, что есть такая группа игроков, как Антиксена Инициатива, у них есть свой Дискорд и так далее. Они занимаются этим чуть ли не со самого старта 14-го обновления, когда налетели торги в гигантских количествах. И при всем при этом, как вы видите, большое количество систем уже под контролем торгоидов. Судя по всему, рост таких систем будет уменьшен, потому что отбивать будет лучше и проще. Ибо вторжение в необитаемые системы будет понерфлено. А вот будет ли повышено в обитаемые, никакой информации нет. Узнаем лишь только через неделю, когда увидим цифры за неделю. При этом я не совсем понимаю логику фронтиров, когда торгоиды вторглись. Что у нас было? У нас был буст. Примерно в 150 раз повысили заработок на экзобиологии. Но при этом не было такого большого роста, да вообще никакого роста по выплатам за торгоидов не было. Наоборот, после выпуска определенных модулей, позволяющих ставить вам не 4 антиинопланетные пушки, либо оружие стражей, а 6, денежка, которую мы получаем за торгоидов, была вообще понижена. Может быть, следует как-то изменить приоритеты, если уж такая у нас серьезная проблема, как торжение торгоидов имеется, повысить выплаты за это дело, чтобы как-то, ну более, скажем, увеличить интерес у игроков, которые этим не занимались, чтобы они этим занимались. Но это так, мысли вслух. Если вы вдруг никогда не занимались торгоидами и хотите заняться этим сейчас, то рекомендую к просмотру целый плейлист, посвященный торгоидам. Там тактики ведения боя, как биться против торгоидов, ну и так далее. И я думаю, в ближайшие дни будет стрим, посвященный этому делу. Но это не точно. Как получится. Просто как-никак торгоидами мы занимаемся на постоянной основе, можно сказать, с лета. И немножечко это уже поднадоело. Пишите, что думаете касательно этого дела в комментарии. Очень интересно почитать и посмотреть потом, что будет у нас в перспективе через неделю, две, три. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по элиточке, где уже свыше тысячи видео по данной игре. Для упрощения поиска интересующей вас информации рекомендую воспользоваться поиском на канале, где просто пишите интересующий вас вопрос и, скорее всего, будет видео. Ну, либо воспользуйтесь плейлистами, которых уже там 20-25 штук на различные темы. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки также в описании под видео Бусти и Донетики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну, или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.